Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Поговорим сегодня о том, как справляться с кармой. Многие люди понимают карму как то, что предназначено, да, то есть как процесс, который нам дается за что-то. То есть мы сделали определенное действие, потом получили как обратную связь. То есть причинно-следственная взаимосвязь, кармические проработки еще говорят, да, то есть мы что-то когда-то сделали, потом бах, ага, видим, что что-то получили в ответ. То есть такой законы вселенной, законы взаимодействия. Но на самом деле карму можно поменять. В каком плане я имею в виду? Давайте я объясню. То есть у человека накапливается большое количество каких-то негативных зарядов, то есть то, что он сделал плохо. Это могут быть проступки, утаивания, могут быть какие-то действия, которые сделаны в отношении человека. Все это записывается, не только то, что делает он сам, то, что делает в отношении него, то, что другие делают, то, что он сам в отношении себя делает. То есть все это записывается и накапливается у человека. И чем больше у него таких проступков, тем хуже ему становится. То есть, состояние постепенно ухудшается, и он начинает чувствовать себя негативно. Вот в таком негативном состоянии человек, конечно же, привлекает на себя определенные кармические проработки. То есть, что это значит? Что у него ухудшается состояние, и он начинает совершать ошибки. То есть, действовать не особенно. Действовать так, что это привлекает к нему избыточный вот этот потенциал. И он действует так, что плохо, по сути. То есть его состояние настолько уже не в настоящем времени, что он не может точности почувствовать и уловить, что сделать сейчас, а что сделать потом. То есть как взаимодействовать так, чтобы это было максимально корректно. В этом состоянии человеку сложно взаимодействовать. Поэтому надо это состояние исправить, то есть выправить его и привести человека в большее понимание, в состояние здесь и сейчас, в настоящем времени. Когда человек здесь и сейчас, то ему нет необходимости делать какие-то негативные действия, то есть он действует осознанно, легко и во благо. И в этом состоянии он может помогать другим людям, может улучшать их состояние и, соответственно, выправлять свое. Когда я, допустим, общаюсь с человеком, я его спрашиваю, что у вас не так в жизни, что, например, что разрушает жизнь вашу наибольшим образом. И человек говорит, например, у меня там здоровье очень сильно хромает или финансовое благополучие, может быть, отношение с любимым человеком или еще что-то, может, какое-то психофизическое заболевание, психосоматическое. И мы находим причины этого, то есть мы двигаемся глубже и глубже и находим, откуда и почему это у человека началось. То есть если человек заболел, то когда, например, у него в прошлом проявилась эта болезнь, скажем так, впервые, когда он впервые почувствовал это состояние. И не именно какой-то диагноз, как у нас модно сейчас ставить, а именно определенное состояние. И вот когда мы говорим об этом, мы ищем это и прорабатываем, то есть прорабатываем эти случаи там, где этот заряд накопился. И таким образом мы можем менять карму. То есть карма это не что-то такое, что вот оно все есть и его никак не поменяешь. То есть это можно менять, и каким образом? Путем того, что мы двигаемся глубже и находим причины этого. То есть причины в каком плане? То есть когда, например, у человека это впервые произошло, что он сделал, что сделали в отношении него, вот, и что, например, он наблюдал, какие суждения он принял. И вот таким образом происходит процесс трансформации. То есть что такое трансформация, да? Это процесс, когда мы исследуем и меняем что-то в человеке таким образом, что у него происходят духовные изменения. То есть изменения не только на физическом уровне, но и на уровне души, на уровне психики. И это можно сделать с помощью процессинга. То есть процессинг это практика, которая помогает человеку с помощью сознания убрать то, что находится в подсознании. Вот можете посмотреть видео, как изменить судьбу. Оно будет в конце этого видео. Там очень подробно об этом показано. На примере родового инцидента я могу рассказать об этом. Если у человека при родах наступает какой-то, ну, скажем так, негативный заряд, да, то есть травмы, боль, какие-то негативные суждения. Это в основном у многих, потому что дети рождаются в роддомах, а там процесс родов, ну, максимально, скажем так, неестественный, да. То есть происходят, собственно, негативные суждения, да, и человек получает боли бессознательно. Это очень тоже важно убрать, потому что родовой инцидент это самый важный, наверное, инцидент в этой жизни. И он влияет на нас, ну, довольно сильно. И вот на примере показано то, как можно убрать этот родовой инцидент, и как можно сделать так, чтобы человек осознанно мог взаимодействовать с собой, с другими людьми. Вот. Таким образом, каждый может это сделать. Помогаю людям. То есть, когда мы делаем сессию, мы делаем это онлайн обычно. То есть мы что делаем? Мы находим этот инцидент и перепроживаем его. То есть перепроживание уходит эта боль, бессознательность, и карма управляется. То есть человек осознанно и легко идет по жизни и действует, скажем так, во благо для себя. То есть он уже не разрушает свою жизнь, потому что там на него воздействуют вот эти негативные суждения, а действует так, чтобы эта жизнь помогала ему, он помогал жизни. Вот. То есть это процесс такой взаимодействия. То есть взаимодействия в каком плане? Что человек может осознанно помогать себе, помогать другим. Вот. И в этом состоянии очень здорово, когда присутствует каждый человек. Потому что это состояние такой жизненности, состояние единства с собой, с природой, со вселенной. В этом состоянии мы можем получать от жизни самое-самое важное. И когда я нахожусь в этом состоянии, то я тоже действую очень легко, осознанно. Я понимаю, что делать, как делать и почему это нужно делать. Давайте сейчас сделаем такую небольшую практику, посмотрим, как работает процессинг, чтобы вы на своем опыте увидели это и потом могли применять это к себе. Сядьте или лягте в удобном месте. Создайте пространство для сессии с помощью собственного намерения. И почувствуйте себя в этом пространстве, ваше тело в этом пространстве. Почувствуйте это пространство в полной мере и наполните его любовью. И потом посмотрите, есть ли в этом пространстве что-то, что вам мешает, что-то, что как бы вот влияет на вас как карма, да, что-то, что создает у вас какие-то негативные суждения, что-то, что уводит вас с истинного пути. Посмотрите на это как на кармическую, кармический узел, на заряд. И обнаружьте, как он проявляется. То есть, что это, это ощущение, эмоция, боль, какое-то отношение к жизни. Посмотрите потом, когда вы точности определите, что это, например, там определили, что это эмоция боли, да, или это какой-то страх в груди, да. То есть, почувствуйте это в полной мере, насколько можете. И потом дальше двигайтесь глубже и смотрите, откуда это пришло, какой это случай. Вот когда вы обнаружите случай, то этот случай пройдите от начала до его конца. Что это значит? Это перепроживание, то есть, погружаетесь туда и перепроживаете этот случай, как будто смотрите этот фильм еще раз. Вот когда вы этот фильм посмотрели, вот, еще раз, то вы тогда двигаетесь еще глубже, да. То есть, ну, вы можете пройти не один раз, два, три раза, сколько необходимо. Потом двигаетесь глубже для того, чтобы ощутить случаи, которые лежат под этим случаем. То есть, ваша цель – это убрать весь негативный заряд. То есть, вы проходите один случай, прошли несколько раз, потом двигаетесь к более раннему подобному случаю, тоже проходите его несколько раз. То есть, ваша цель – это найти причину, откуда это все началось. Если, например, вот в фильме, о котором я вам рассказал, как изменить судьбу, это началось с рождения, да, то есть, бывает, мы доходим и до рождения, бывает, выходим на прошлые жизни. То есть, будьте открыты ко всему, что вам приходит. Не блокируйте это, а давайте ему возможность проявиться. Пусть оно проявляется и проходит через вас. А вы рассматриваете, как есть, с полным принятием. Когда принятие наступило, то это как раз и есть тот процесс, который необходим. То есть, вы почувствуете облегчение, почувствуете, что у вас больше энергии, почувствуете, что у вас состояние улучшилось. Вот. Когда закончили с одним, к примеру, там, страхом или болью, можете взять другой, если у вас есть достаточно энергии. Если почувствуете, что этого, ну, как бы на этот раз достаточно, то просто завершите сессию, вот, и наполните пространство любовью, поблагодарите, скажите, благодарю, благодарю, благодарю. Свершилось, свершилось, свершилось. Вот. Благодарите пространство, поблагодарите вас самих и дальше наполните пространство любовью, радостью, счастьем. Вот. И завершите сессию. Вы можете ее продолжить. На следующий день, да, это будет даже здорово, делать такие сессии на ежедневной основе. То есть ежедневная практика помогает в улучшении состояния и помогает его улучшить и сделать вашу жизнь более осознанной и радостной. На этом вы, друзья, можете завершить сессию. Если вы почувствовали облегчение, радость, если это было вам полезным, видео понравилось, то поставьте отметку «нравится», подпишитесь на мой канал. И, конечно же, включите колокольчик, это напоминание о новых видео, которые выходят на моем канале ежедневно. А также поделитесь этим видео с вашими друзьями в соцсетях, я уверен, оно будет интересно. И, конечно же, я хотел бы видеть вас в друзьях, поэтому все мои контакты под этим видео добавляйтесь, я буду рад общению. Кому необходима бесплатная консультация, тоже пишите, я подскажу, как это сделать более подробно. И мы сделаем сессию, где улучшим ваше состояние, то есть наподобие той сессии, которую я сейчас проводил онлайн. Но только это будет сессия онлайн уже со мной, ведь я буду проводить вас через определенные состояния и помогать вам улучшить его, сделать состояние более осознанным и счастливым. Вот, сейчас на вашем экране появились видео как раз о том, как изменить судьбу, вот, и видео о том, как проходит процессинг счастья. Вот, подписка на мой канал и мой сайт, заходите, смотрите, добавляйтесь в друзья и самое главное, делайте процессинг, то есть делайте духовную практику, которая помогает вам исцелиться, которая помогает вам в улучшении качества жизни. Я вам желаю счастья, гармонии, друзья, всего самого наилучшего и до скорой встречи.